Обманутые дольщики, социальная ипотека для врачей и учителей, вакцинация и обращение жителей – центральные вопросы на очередном общегородском совещании под руководством главы химок Дмитрия Волошина. На минувшей неделе на портал Добродел поступило 700 обращений, треть из которых – жалобы на несвоевременный вывоз мусора. Я прошу Александра Георгиевича, Соловьева разобраться, в чем дело и ситуацию взять личный контроль касаемо вывоза мусора. Есть ли кооператоры, есть уплощенные жителями деньги сегодня, никаких вопросов по этой теме быть в химках не должно. В химках решили вопрос с долгостроем ЖК «Авиатор». Это 17-этажный жилой дом на 448 квартир в микрорайоне Планерное. Администрация города провела более 500 встреч с пострадавшими участниками долевого строительства. Оказала помощь застройщику и содействие в подключении дома к инженерным системам, электричеству и водоснабжению. Выдача ключей планирована с 16-го числа, со следующего понедельника. Реларийный срок выдачи ключей – 6 месяцев. Но мы сделаем все, чтобы это произошло максимально быстро и до окраинной даты 16 сентября, что основной объем ключей был перед ним. Говорили также и о реализации программы льготной ипотеки Московской области «Жилище». Ее участники оплачивают лишь проценты по кредиту. На социальную ипотеку могут рассчитывать медработники, педагоги и молодые ученые. За пять лет в Химках выдали почти 90 квартир. Дмитрий Волошин подчеркнул – важно продолжить эту работу. Не скажешь, что это какой-то хороший показатель. На мой взгляд, у нас работает тысяча людей, только врачи работают, почти две тысячи. Возможно, не все знают. Я вас прошу, так как этот вопрос мы вынесли на оперативное городское совещание, еще раз, пожалуйста, проведите мероприятия, при которых вы донесете эти простые вещи, при которых понятно, что правительство Московской области оплачивает саму квартиру, проценты оплачивают уже сотрудник бюджетной сферы. Традиционно на оперативном совещании не обошли стороной темпы вакцинации. На сегодняшний день прививку сделали 110 тысяч человек. Это больше половины взрослого населения Химок. Продолжают работу 9 пунктов вакцинации в поликлиниках и еще 3 в торговых центрах. На сегодняшний день у нас снижаются темпы заболевших. Количество выздоровеющих за прошлую неделю превысило количество заболевших за прошлую неделю. С 8 августа мы закрыли ковидный госпитал в Ленинском проспекте. На сегодняшний день у нас работают только два стационара. Это Куркинское шоссе и на Сходнюю. В преддверии начала учебного года Дмитрий Волошин напомнил коллегам проверить безопасность на дорогах в районе школ и детских садов. Инспекторы ГИБДД выявили несколько нарушений. Где-то не хватает дорожных знаков, искусственных неровностей, снижающих скорость авто. Все недочеты будут устранены в ближайшее время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!